Он начал карьеру стендап-комика еще в школе. После принимал участие в шоу популярной группы Хаатуан. Окончив школу, начал выступать в клубах и вести передачи на радио. В конце 80-х начал сниматься в скетч-шоу. Как живет и чем занимается сегодня, популярный комик 90-х, Роберт Шнайдер. Роберт Майкл Шнайдер родился в 1963 году в городке Пасифик, в Калифорнии. Его мать, Пилар Монро, была воспитатель в детском саду, а отец, Марвин Шнайдер, брокер по недвижимости. Интересный момент, родители Марвина в свое время эмигрировали в США из Российской империи. В Москве остался троюродный брат Роберта, российский журналист и режиссер Давид Шнойдеров. Талант комика Роба проявился довольно рано. Еще в школьные годы он начал карьеру стендап-комика. Его старший брат организовал для него участие в шоу популярной музыкальной группы Хэтон. В 1982 году Шнайдер закончил школу и посвятил себя карьере, он вел передачи на радио и выступал в клубах. В 1987 году Роберт стал победителем конкурса молодых комиков телеканала HBO, после чего канал NBC предложил ему стать сценаристом передачи субботним вечером в прямом эфире. И спустя год Роберт перебирается в Лос-Анджелес, где начал параллельно сниматься в скетч-шоу. Здесь важное наблюдение. Скетч-шоу, так популярные в 80-х на Западе, приходят на отечественное ТВ лишь спустя несколько лет. Вспоминаем городок 1993 год, а также Каламбур 1995 год. Если помните и любите эти шоу, ставьте лайк. Но не будем отвлекаться. И вернемся к герою сегодняшнего ролика. В 90-е годы Роберт знакомится с такими комиками, как Адам Сэндлер, Крис Рок, Давид Спейд и Крис Фарли. С такими связями Роберт вскоре бросает телевидение и уходит в большое кино. Дебют Шнайдера состоялся в фильме «Один дома 2». Вспоминаем работника Нью-Йоркского отеля. После снялся в картинах «Судья Дредд». Убрать перископ, «Взрыватель», «Большой папа», где Шнайдер работал на съемочной площадке с Жан-Клодом Ван Дамом и Сильвестром Сталлона. Далее последовали главные роли в известных комедиях «Мужчина по вызову», «Животное» и «Цыпочка». Критики не всегда положительно отзывались об игре Шнайдера. Так в 2005 году за роль в «Мужчине по вызову 2» он даже получил антипремию «Золотая малина». Вот как прокомментировал игру Роберта, кинокритик Патрик Голдштейн. Фильм «Мужчина по вызову» не рассматривался судьями «Оскара» только потому, что никто не предусмотрел номинации «Самая пошлая шутка», исполненная третьесортным комиком. Довольно резкое высказывание, не так ли? Как обстоят дела у актера в личной жизни? Первой женой Роба стала модель Лондон Кинг. Брак продлился всего лишь два года, с 1988 по 1990 год. У пары родилась дочь, Элли, сейчас известная как певица Эль Кинг. В 2011 году Роб женился во второй раз, его избранницей стала мексиканка-телепродюсер Патрисия Арсе. В браке родились две дочери, Миранда Скарлетт и Мадлен Робе. Сегодня Роб Шнайдер продолжает сниматься. В 2015 году он запустил ситком о жизни своей семьи «Реальный Роб» на Нетфликс. Съемки приостановились после рождения младшей дочери. В 2020 году Роб сыграл в фильмах «Не та девушка» и «Хэллоуинд Хьюби». Главную роль в последнем исполнил его давний друг Адам Сэндер. Фильм про неудачника, сражающегося с темными силами в канун Дня Всех Святых, стал одним из самых популярных на Нетфликс. Приятно осознавать, что карьера почти 60-летнего актера все еще не закончилась. В данный момент Роб живет в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско, владеет танцевальным клубом и рестораном, а также делится с поклонниками новостями в Инстаграм, где у него около полутора миллионов подписчиков. Помимо всего прочего, Роб Шнайдер, страстный коллекционер, он любит ретро-одежду и старую мебель, имеет большую коллекцию гавайских рубашек. Среди его машин есть даже серебристый кабриолет Порше Каррера. На этой позитивной ноте, пожалуй, и закончим повествование о легенде американской комедии. Подписывайтесь на канал, ведь следующий ролик будет посвящен не менее известному актеру Лесли Нильсону. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока.